Капитан Оптимизм, скажи, какой прогноз у нас ближайший? Ну хорошо, сегодня только 38, а потом 42, 44, а потом холодный фронт проходит, будет 36, 34. Да? Это Капитан Оптимизм, доброе утро. Мы идем завтракать, в шикарном кемпинге мы поселились. Ой, я проснулся, так прохладненько, думаю, ну неужели жизнь наконец-то налаживается? Ну вот, Капитан Оптимизм, у меня немножечко... Нет, ну я тебе сказал. Ну, потом уже похолодает когда-нибудь? Ну, когда-то похолодает. Даже сейчас раскаленное утренним солнцем вот это вот поле уже смотрится страшно. А что же будет дальше? Надо, судя по всему, все дела делать сегодня, потому что завтра будет еще жарче. О! Опять двойка? Нет, дай записать. Друзья, я уже запомнил, быстрее, чем он записал. Слишком много болтает. Вот так выглядит регистрация. Сейчас нам дадут всем по футболочке, все быстро. Ну, пока три минуты. Что ты получил, покажи. За тысячи евро стартового сносу? Примерно, да. Слушай, ну, главное, что это прохладный. Это для бутылки, посмотри, это для бутылки. Это прохладную, чтобы одежду чистая и прохладная. Чистая и прохладная одежда. Да. Друзья, это не то, что вы подумали. Это герматуза пытается слить горячую воду, кипяток. Вот реально. Прям кипит. А-а-а! Слушайте, ну здесь действительно кипяточище. 38 градусов на аэродроме. Но это еще не... Это еще... Да, фланги черные. Черные, вверху, короче, ничего. Кошмар. Я подогнал прицеп, была тень. Вот тут с приборами водимся, настраиваем. Ну, в общем-то, сейчас это уже мало помогает. Вот кишечки нашего планера. Отключаем его герезонты. Готовимся. Я не знаю, кто он, но планер ему моет сам капитан оптимизм. Да? Как мойка планера. Да, сейчас. Передай привет моим студентам, которые планер не помыли перед грозой. А, ну привет вам. Привет. Гроза-то слишком слабая была, не помыли. Либо надо тогда в грозу, чтобы помыть, либо перед грозой, чтобы иметь время самому помыть. Да. Так что... А так какой-то позор. Да. Как говорится, из французского такси делаем гоночную машину. Да. Жесть. На аэродромчике настоящий боевой чернозем, поэтому планер вот помыли. Не знаю, кто он, но планер ему капитан сборной моет. Так что такой водичку добыл. Кошмар. Я понял. Ю-ху. Итак, друзья, как выглядит процедура взвешивания. Сначала ему взвешивают хвост, потом будут взвешивать морду. Но это все для планера. А есть такая штука для нас. Сейчас вот этих толстых кабанчиков будут взвешивать. Я, друзья, скажу честно, не пью 2 часа воды. Ну, вообще ничего. Ну, испарял влагу. Он меня поддевалкой. Давай покруточку, Лимонага. Сейчас вы узнаете все секреты. Сколько весит планер и сколько весим мы. Приговор какой? 87. Что там надо? Окей. Фух. Жрех. Тордау, по-моему. Будем перевешиваться. Как-то у нас, похоже, слишком легкий планер. Ну, не может такого быть. Вот что-то у них с весами. 400. У нас получилось 715 килограмм. Вот сейчас взлетный вес с топливом, со всеми пирогами. Пицца. Сколько? 88. О, я же говорил на 3 килограмма. Друзья, весил. Был страшный момент, я весил 91. Перед поездкой. Это вот после особо вкусного уехала. Уезжал, весил 89. 88. Все. Отлично. Друзья, вот наши отметки. Вот теперь все похоже. Вот теперь должно быть все. И еще написал папир. Да, окей. Все, теперь сняли хорошо. Да, то недовес был килограмм 80. Очень холодно. Окей, хорошо. Мы просто проверили, если температура имеет что-то связь с весом. И вот здесь. Мы можем... Свист. И вот здесь. Возьмите. 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 И это точно. Друзья, смысл этой процедуры волшебной. Дело в том, что чем тяжелее планер, тем он лучше летит. И на самом деле мы можем выигрывать упражнение, если нальем полные баки воды, а никто не нальет. Поэтому каждый день мы будем взвешиваться, но единственное, что не надо будет взвешивать пилотов, эту процедуру устраняют. А планер взвешивается, мы должны не превышать вес 800 килограмм. Сейчас у нас с залитыми баками топливными 793 килограмма принцесса весит. Ну, с нами вместе, то есть нас тоже взвесили, парашюты, мозг наш, капитан оптимизма, отключает авиагоризонты. Нас заставили продемонстрировать, что обе батареи на борту, то есть до того доходит, что всякие хитрые пилоты. Некоторые хитрые пилоты вынимают из хвоста батареи, а потом вставляют, потому что хвост больше не взвешивают. Вы хотите запрещать рекорд? 3.6 секунд. Это 3.6? Да, это рекорд. Да, но я нужна матрац. Нет, это не матрац. Это, друзья, устройство называется Краб. Видите, оно позволяет вывозить планер боком. Очень удобная штука. Укидаем наши гостеприимные весы. На них нельзя вставать мне, потому что, чтобы ничего не испортить, их кладут в холодильник, представляете? Только что нам рассказали, настолько холодно и жарко. Вот так это выглядит. Все, мы поехали за машиной, поехали на парковку. Тут мы, друзья, пробку организовали. Видите, Даймонд пытается прогулить. Только не знаю, куда он будет рулить. Там следующий планер взвешивается. Ай, геморрой. Как вы видите, пробочка рассосалась. Планер закатили, а я цепляю на парковку. Зацепил за парковку нашу прицепу. Принсессу, погнали, шеф! У нас сколько? 7 килограммов запаса. Значит, мы можем еще колонку брать. Для ACDC. Капитан Оптимизм разрешил летать с колонкой и разрешил слушать ACDC. Хе-хе-хей! Мы продолжаем! ACDC. Отлично. А то там радиообмен какой-то прослушиваешь, потом... Настроение плохое. Настроение плохое, неправильное. Принимаешь решения. Вот он тебя сейчас научит правильно летать. Да. Музыка хорошая, это хорошо. Эх, жалко музыка заканчивается. Та-да-да-дам! Самое главное, друзья, в таких поездках, это внимательно смотреть за крылом, чтобы никого-нибудь не долбануть. Ну, я вот уже делаю это почти автоматически, но вообще, конечно, снимать видео и одновременно ехать по гриду, это... Ну, это я тебе еще помогаю. Да, Капитан Оптимизм главный, а я так. Ну, и вообще, Т4 верно едет сам. Вот видите, вот у меня ножки с педалей убраны. Мы потихонечку катимся. Жарко, что кердык. Это Игорь, это планер. Это там надо ближе к колесу прицепа нос поставить. Ну, сдаст он на фуриста с первого раза или нет? Ну, что-то про Моазов. Не сдал с первого раза на фуриста, что и требовалось доказать. Ну, хватит. Давай руками закончим. Как говорится, иногда лучше закончить руками. Мы не будем мучить принцессу. Как тут двусмысленно ты звучишь постоянно? Это ты специально так скажешь? Или все у вас в Европе такие? Меня же подписчики многие пишут, что очень большая бескультурщина здесь. Да? В этом плане, да. Не знаю. Что ты скажешь? Я всегда двусмысленно говорю о людях по мере своей испорченности. Кажется, ты думаешь, как он хочет. Так что... Смотри, ты мне не дал до конца запарковать. Я не дал, а то уже со второго раза не сдал на водителя фуриста. Так что и есть. Итак, принцесса уходит ко сну. Зачехлена. Может быть, даже мы еще вернемся ее чуть-чуть поделать. Но пока надо попить воды. Да? Либо пиво. Капитан оптимизм. Не помню. Не повин еще. Я-то вообще боялся этого взвешивания. И с утра выпил в такую жару, ну может быть, наверное, ну литр воды, не больше. Хотя пить хотелось жутко. А вот сейчас, извиняюсь за подробность интимную, пописывал и пописал грамм 200. То есть все куда-то испарилось. Представляете, какая женщина стоит? У вас в этом автобусе, кстати, вода вся. Которая... Электроника. Электричество, да? Да, да. Электричество. Потому что когда насос не работает, если нет падения... Нету падения. О! Подтягивает нам трос. Ага, пони на нас тянет. Отлично. Изумительный самолетик. Друзья, первый взлет на чемпионате мира. Какая красивая девушка нас сопровождает. У-у-у-у. И самолет. Закрывайся, шеф. Оп, подожди, только замки у тебя не работают. Так, есть контакт. Закрылся? Порядок? Закрылся, порядок. Тормоза проверяю. Есть тормоза, закрылок. Сразу можно с поля на четвертую позицию. Замок ты откроешь? Порядок. Так. Так. Я взлетаю. Взлетаю. Угу. Взлетаю. Погнали. Как-то так долгенько он разгоняется. Ну что, температура такая? Да. Жарко. Фу. Да. Скажу я тебе. Что? Ну, тяжело взлетели. Да, просто. Давай я. Ну, по рули, ладно. Да. Закрылки чуть-чуть уменьшаю. Да, друзья. 40 градусов, это вам не шутка. Летим за шмеликом. Или не шмелик это? Поня. Поня дохловат, да? Ну, еще что. Шмелик был бы повеселее. Ну, главное, в любом случае взлетели. В других странах вообще бы не полетели. Не полетели бы, да? Потому что... Ну, реально жарко, то есть уже по безопасности. Ну, они, наверное, как говорится, не первый же раз тут. Мне кажется, что они свои движки, да. Привыкли. Ну, не то, что привыкли, но настроены на это. Ну, что ж, друзья, знакомимся с местностью. Ага, оказывается, мы живем рядом с каким-то достаточно промышленным центром. Как противно трясет, реально. А? Как противно, да, по-потребляю. Да, тут промышленность. Знаете, Марья Ивановна ругается на буксировщика. Что-то вы тут собираетесь буксировщик сбить. Ой. Какие-то пригороды, терапичные крыши. Вообще, что это за город, шеф? Ээээ... что? Шегет? Что за город? Шегет? Ага. По тому же названию, как и... Шегет. Шегет. Тянут нас один самолет рядом, второй, дальше третий. В общем, все это достаточно быстренько работает. Единственная скороподъемность у нас дохлая. 1,4 метра в секунду. В Альпах серия нас поднимает, ну, где-то 2,5 метра. Отцепились. В самолете пошел на снижение как раз над сгоревшим полем. Да. Да. Там, там. Давай смотреть, где тут и как-то выкарабкиваться. Ой, слушай, тут какое-то озеро огромное. Что? Это канал, где чемпионаты по гребле. А капкупаться-то можно? Ну, что-то вроде. Ну, сможем съездить. Сходить съездить. Надо же. Вот примерно так выглядит экран компьютера навигационного, когда летает. Вот такая толпень. Сейчас я попробую снаружи снимать. О! Конечно, в такой ситуации приходится вертеть головой на все 360 градусов. Завтра будет 44, но надеюсь, что в 44 мы летать не будем. Мы же завтра не летаем? Нет. Завтра открытие? Но только из-за того, что открытие. А так погнали бы, думаю? Конечно. О! Какой кадр. Висит как на посте. Средний набор полтора метра в секунду. Набрали мы 1300 метров. Подлетаем к какой-то речке красивой. Вот это уже контент огонь. А то как-то тоскливо совсем стало. Большому городу. Это наш поворотник. Поворотник. Мост, наверное. Большой город. Смотри-ка. Центром красивым. Я? С яхтенным клубом. Да. Все серьезно. Красивое, красивое место. Ох, низенько-моно, низенько. Уже елки все видны. Высота у нас 700 метров. Впрочем, нужно брать поток. Желательно. Ну, ну, ну. Ну, уже прямо под нами. Друзья подобрали площадку для захода в посадку воздуха. Если что. Узенький очень. Он зреет, зреет, зреет явно. Смотри. Во, во, шеф, ты же можешь. Ты что, испугался? Я думал, что я отваливаюсь от лазера. Ну, почему-то не запускается. Вернее, какая-то. Три. Пять метров. Пять метров в секунду. Четыре метров в секунду. Друзья. Вот, то, что мы набрали. Вот, 600 метров, где же мы скидем сразу. Капыдастки из кофе попали. Мне такой чуть еще справа попали. Это тут кофе песчаная поляночка. Во. 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 Могу выключить этот? Телекон? Нет. Движка. Да. Да. Каждому. Флажок поднимай, я. Давай, давай, ты. Я пилотирую? Да. Давай. Флажок поднимаю, чтобы. Чтобы не забыть, да. Флажок поднимаю. Пер-ч stuffs наш флажок поднимаю Карач湾 и правцистук. Продолжение следует...